Окраина города – зеленый уголок в конце микрорайона Дашково-Песочня. Одно из немногих мест города, где чистый воздух сочетается с уникальной природной местностью. Здесь не один десяток лет живут дачники. Некоторые круглый год. Сюда любят приезжать и горожане. Причина тому – родники, которые бьют в овраге, вдоль которого в свое время и был разбит дачный массив. К роднику местные и приезжающие относятся с особым уважением. Облагораживают и заботятся о его сохранности. Вода в нем чистая, люди оценили ее достоинства уже давно. Некоторые даже приезжают за ней, чтобы купать своих детей. Вот только сегодня качество воды из родников оказалось под угрозой. Причина тому – это труба, которую строители вывели прямо в овраг. Уже несколько лет совсем рядом ведется застройка жилых домов. Большие многоэтажки буквально нависают над садами и огородами. До сегодняшнего дня дачники уживались не по дням разрастающимся городским соседам, пока этот самый сосед не стал угрожать их здоровью. Проложена канализация, где будут сливаться ливневые и канализационные воды в овраг, где мы питаемся все три товарищества СНТ Тепличный, Людмила и Овощевод. Питаемся все этой питьевой водой. Другой альтернативы питьевой воды у нас нет. Теперь вот началась у нас стройка. Началась с того, что вот здесь начался весь грунт, который идет со стройки. Начали сюда вот у нас все затаскивать. Вот видите, весь лес порубили. Участки вот здесь вот начали точно так же рубить. А теперь уже ливневку пустили. Вот вы видите, это ливневая канализация. А что такое ливневая канализация? Это вся вот эта вода, которая грязь, она будет поступать у нас вот в наш овраг. И вся Дашкова песочня, и даже я знаю, многие люди приезжают на автобусах, и за этой водичкой. Водичка необыкновенная. У нас даже брали анализ. Вот какой-то у нас депутат был хороший, он у нас брал анализ воды. Там даже серебро обнаружили. В общем, вода прекрасная. И если, конечно, вот это все чудо у нас отнимут, мы просто не знаем, как мы будем выживать. А здесь дальше идет это в речку. Речка попадает в Дядьковский затон. А Дядьковский затон идет в Аку, где чуть ниже по течению идет Новоселоковский водозабор. И все эти фекалийные отходы будут попадать как раз в нам питьевую воду напрямую. О том, что здесь ведутся работы, люди узнали, когда и днем, и ночью стали слышать шум работы трактора. Буквально за несколько дней труба для будущего слива оказалась под землей. А вот что стало с некогда зеленым лесом. Еще недавно здесь росли деревья и кустарники. Теперь они выкорчеваны под ногами грязь и глина. И повсюду следы машины. Более тысячи дачных жителей теперь не знают, что делать и кто им поможет в их задаче спасти родник. Но на отчаяния времени нет. Уже сегодня готовы письма и собраны подписи в администрацию города, региональный Роспотребнадзор и Управление по общественному порядку и безопасности. Мы же, в свою очередь, продолжим следить за тем, как здесь будут развиваться события.